Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Михаил Крамичук, гостяк Дмитрий Гарин. И сегодня мы поговорим об очень такой важной теме, как деньги, благосостояние и успех. Всем привет, всем привет! Денег у нас сейчас в последнее время стало мало. Все сейчас этой темой озабочены. Так или иначе, как это видно? У меня есть проект, я занимаюсь 10 лет ведением тренингов. И у меня есть линейка тренингов. Я сексолог и специалист по отношениям. И вот я проводил недавно распродажу. И там у меня есть тренинги по сексуальному мастерству, по теме отношений и по теме денег. Знаешь, что берут? Берут тренинги по любви, взаимной любви и по деньгам. То есть деньги – это очень важная составляющая. Мы в других эфирах говорили, кстати, можно прикрепить ссылочку на этот эфир, о том, что пока ты не снимешь тревогу за деньги, за прочие моменты, за то, о чем человек тревожится, ни о какой любви, ни о каком сексе человек размышлять не может. Итак, сегодня денежная тема. И я бы, знаешь, чего начал нашу беседу? Что очень многое зависит от наших установок. Например, помнишь эти наши пословицы-поговорки? «Не жили богатый, нечего начинать», «И в деньгах счастье». Или, знаешь, как бывает, ну тоже в сказках, в поговорках, «Иванушка, даже что, хороший, нищий, бедный, глупый, а богатый и плохий». Ну, мы сейчас как раз говорим о тех установках, которыми наделяет наш старшее поколение, наши потомки, скажем так. Последие. Да. И сразу забегая вперед, даже как ответ, если вы откажетесь от каких-то традиций и суеверий, то у вас все совершенно по-другому заработает ваше мышление. Нет, где-то вот, где-то поговорки, пословицы, они помогают немножечко, немножечко, да, вот обычаи всякие разные, да, то есть. Опять же, я бы здесь, знаешь, вот… Мудрость поколений, она, знаешь, где она помогает именно научиться дойти до какого-то уровня, а потом она начинает мешать. Я бы даже дополню здесь. Здесь важно не вслепую верить, а провести оценку, анализ, придать критике, действительно является ли то или иное высказывание истиной, или это просто попытка завуальвировать какую-то ложь. Сегодня мы поговорим как раз-таки о тех установках, которые мешают человеку современному зарабатывать деньги или встать на путь предпринимательства, да. И первое, с чего бы я хотел начать, это уже второе, в принципе, мы бы говорили, да, это о том, что нашему сознанию сами деньги не очень приятны, да, то есть оно не ищет денег, наше сознание ищет, вот, например, да, женщина чего хочет, чтобы дети были накормлены, да, чтобы было новое платьишко, да, чтобы родить ребенка, да, чтобы поехать на юг и ходить ножками по песочку, да, то есть наше сознание хочет другие вещи, не деньги. И человек, когда начинает пытаться хотеть денег, они к нему не приходят, потому что подсознание, ну, для подсознания деньги – это вообще ничто, непонятно ему, что это такое. Поэтому очень важно перед тем, как что-то делать в плане финансов, вот немножко медитативно, я бы сказал, да, медленными мыслями поразмышлять вкусно о каких-то вещах, которые бы ты, ну, которые бы ты хотел притянуть в жизнь. Например, как ты едешь на своей новой машине, запах салона, как ты рулишь, как ты обгоняешь, как ты материшь водителей, да, например, вот вкусно подумать. Или, например, как ты выбираешь отель, например, да, какой ты хочешь отель, хороший, плохой, туда-сюда, то есть вот это научиться вкусно своему подсознанию показывать, да, а подсознание устроено так, все, что ему вкусно, все, о чем вы думаете, и у вас как бы свина начинает выделяться, вот это подсознание начинает создавать условия, подтягивать людей и прочее, и давать энергию на осуществление ваших желаний, само по себе. Да, но мы хотим подчеркнуть, что все-таки деньги важны, поэтому... Важны, да. Да, смотрим дальше, и мы как раз расскажем, как получится. Знаешь, есть такое выражение, деньги – это бабочки, летящие на запах наших желаний, то есть сначала желания, вкусные желания, потом деньги. Еще очень важный момент – отследить наше желание на истинность, потому что очень много желаний нам навеяно социумом. У тебя должна быть трехкомнатная квартира, может быть, не нужна, может, как говорит Жириновский, нужна мужчине, однокомнатная квартира, велосипед и удочка, да, то есть вот истинное желание. Вот, или нужна машина обязательно, может быть, кому-то не нужна машина, он такси может обойтись, но он при этом, чтобы быть статусным, чтобы еще он теряет время, силы и здоровье на то, чтобы эту машину заработать, она ему в принципе не нужна. То есть вот самое главное – это отследить на истинное желание, чтобы не тратить время, драгоценные силы на достижение непонятно каких результатов. Ну, это как раз какие-то мы формируем установки, а также от того, как мы воспринимаем ту или иную ситуацию, поэтому отсюда формируется определенная потребность в чем-то, потребность зарабатывания тех же денег. Но при том, что мы когда зарабатываем деньги, если нам не хватает, но мы, например, тратим деньги на покупку каких-то вещей, товаров или услуг, и мы иногда не всегда положительный опыт имеем от того, что мы, купив какую-то вещь, на 100% удовлетворены. И у нас подсознательно тоже формируется некая боль от того, что мы вроде бы как бы потратили время на то, чтобы заработать деньги, а по факту иногда бывает не получаем то, что хотим в результате обмена. Я хотел дать радиослушателям нашим замечательным одно маленькое упражнение. Как отследить свое желание на истинность. Вот попробуйте сейчас представить. Да, я вам задаю вопрос. Вы хотите, чтобы вас уважали люди? Ну, сразу ответ напрашивается «да». Почувствуйте, где у вас в теле живет это «да». Вот просто отследите. Может, оно живет здесь где-нибудь, может быть, ниже, может быть, дальше, да? Вот это приятное, теплое ощущение «да». Далее я сейчас задаю вопрос. Хотите ли вы, чтобы вас любили? Или вы хотите иметь в жизни любовь? Тоже вы чувствуете, где-то в каком-то месте у вас тепло становится. А теперь я задаю вопрос. Хотите, чтобы вам изменяли? И сразу фокус внимания смещается куда-то «нет». И также вот ищите в своем теле, где у вас «нет» находится. И получается так, что вы просто свое желание перед тем, как вы хотите к нему стремиться, бизнес ли это, там еще покупка чего-то, отследите на истинность. Да, вас туда, когда вы об этом думаете, да, вам тело говорит или нет. Если нет, то надо как-то научиться подкорректировать, как-то изменить это желание, чтобы тело сказало «да, вот такой вариант осуществления желания мне приемлем». Вот, дальше. Давай немножко поговорим о мотивации. Что нас мотивирует зарабатывать деньги? Вот очень хорошая штука – это страх. Кто-то говорит, что страх – это плохо, да? А я считаю, что страх – это огромный мотиватор. И часть страхов надо убирать, а часть страхов вообще нельзя убирать, да? То есть, например, если ты не будешь сейчас заниматься, то в старости ты останешься один голодный, без денег, и тебе даже пожевать никого не будет. Да, давай я как раз дополню по поводу вообще мотивации, или такой мотивации, как страх. Просто когда человек чего-то боится, и он просто признает сам себе, что он что-то боится, то это просто как одна из неких переменных, которые учитываются в процессе зарабатывания. Что не будь этой перемены, соответственно, мы, например, не знали о том, что существует угроза чему-то. А когда мы это знаем, мы просто этот фактор учитываем для того, чтобы не сидеть, сложа руки, а толкаем себя к развитию и зарабатыванию денег. Вот, вот смотри, есть еще такая штука – желание обладать, да? То есть, вот помнишь, мы говорили о том, что мы отслеживаем, да, желание, и когда все истинные наши желания не сбываются, все, да? То есть, как только человек нашел вот это вот истинное желание, ему подсознание сразу автоматом начинает выделять энергию для осуществления. У него сразу хочется желание встать и пойти делать, да? И навалять. Да, потому что бывает, человеку что-то захотелось, но вот пойти не может. Вот это вот, если отследить очень правильно, ну, просто провести две минуты, да, на том, чтобы расписать, зачем ты это делаешь, ты видишь, что это цель другого человека, цели других людей мы не хотим делать. Вот, еще есть такая штука, что деньги нам позволяют увеличить статус, да, немножечко поднять свою касту, да, немножечко прибавить в бытийной массе. Когда мы нарабатываем какие-то результаты в жизни, да, увеличиваем бытийную массу, у нас происходит так, что нас люди начинают по-другому воспринимать. За что уважают? Уважают за влияние, да, когда ты можешь повлиять деньгами, своими результатами на свою жизнь, ты можешь повлиять и на других людей, да, и сразу у тебя, ну, возникают какие-то рычаги влияния, и тебя начинают по-другому воспринимать, твое слово, ну, весит, по-другому начинает. Есть еще такая штука – голод. Вот, понимаешь, когда человек сытый, когда у него все есть, он никуда не хочет, да, то есть, ну, ему никуда не надо, поэтому очень важно создать голод. В свое время, помнишь, было так, что мы, когда создали фирму, компанию, да, ты, ну, платил мне доход какой-то, да, потом произошло, ну, то есть мы что-то делали, да, ты оплачивал мне какие-то услуги, правильно, ну, вот, ну, потому что мы в одной компании, да, мы ее делали, создавали, вот, но когда я начал заниматься своим проектом, в свое время я сказал, Михалыч, хватит мне давать денег, да, и вот этот голод, вот это вот решение, я пошел делать свой бизнес, свой проект, ну, вот отказ, ну, от каких-то источников дохода, он позволяет начать делать самому. Пока вы на что-то надеетесь, что вам тут помогут, там помогут, вы свой бизнес не начнете делать, правильно? Ну, вообще любое свое дело, тут, может быть, не только... Да, то есть сжечь посты тоже полезно. Быть счастливым, это тоже, нужно набраться смелости, опять же, увидеть это, то, что когда ты через счастье, через то, что тебе нравится, ты делаешь, ты действительно окрылен, и у тебя все может получиться, потому что ты сконцентрирован на достижении своих амбиций, своих хотелок. Это очень важно. Что такое вообще деньги, Михалыч, да, деньги же это, это энергия людей, правильно? Это концентрированная энергия желаний людей. То есть, если ты хочешь иметь деньги, ты должен увидеть, какие желания есть у людей, да, и стать тем человеком, который эти желания удовлетворяет, да. То есть, вот деньги – это поток, да, это тоже, как бы, да, вот такая вот субстанция, которую можно просто тупо перекрыть самому себе, да, например, боясь их куда-то лишний раз потратить. Да, вот это скоряжничество, оно, вот этот поток закрывает русло, ой, руки, реки. Поэтому нужно, очень важно понимать, что чуть-чуть вы должны тратить на себя, вы должны не просто, ну, как это правильно сказать, убиться на этом работе, там, чтобы заработать деньги, посидеть и умереть, да, в 30 лет от того, что вы перенапряглись, оно должно вас радовать, вот то, что вы делаете, да. Да, и вот смотри, я бы сказал, не чуть-чуть тратить, а тратить столько, сколько вам необходимо. У каждого человека просто есть свой уровень необходимости. Вот есть люди, которые ползают по мусоркам, то у них уровень необходимости, там, в районе, может быть, там, 6-8 тысяч в месяц. А у другого человека, ему, например, ну, без яхты он не может жить. То есть, уровень необходимости как раз определяет, сколько тебе нужно. А по поводу того, сколько откладывать, чуть-чуть ты должен откладывать, сколько тебе должно хватать. Но самое главное, что самое главное, это в первую очередь ставишься только ты во главе. Все остальное это уже опосля. После того, когда ты получил свой доход. Все остальные получают уже по мере, скажем так, участия. Вот мы потихоньку подкатились к теме, с чего начать, чтобы получать доход, успех и благосостояние. С чего начать? Это первое, умение видеть проблемы. Мы это проговорили. Перспективы. И как эти проблемы можно удовлетворить, лишить. Потом, следующий очень важный момент, это сфокусироваться. Это отрезать все лишнее. Как это правильно? Твое любимое слово? Отмести? Отметание? Хорошее слово. Просто прикол в том, что когда... Это вроде банальные вещи мы говорим. Но когда твое сознание размазано по пространству, у тебя часть энергии в каком-то конфликте. С какими-то близкими. Часть энергии ты смотришь в социальные сети, ты там переживаешь за что-то. Часть энергии тебя в проблемах. Часть энергии тратится на твое больное здоровье из-за того, что ты переживаешь за что-то. У тебя энергия оттекает. Задача, чтобы что-то материализовалось, это, во-первых, иметь четкое намерение. Намерение, как правильно. То есть информация. И соединить вот эту информацию, то, что ты хочешь, с энергией. А чтобы ее взять, нужно везде закрыть дверки. То есть ни капли энергии халявной не отдавать. Потому что люди, знаешь, они вот живут, думают, я вот направляю фокус внимания туда. И фокус туда направляю внимание. И вот я должна тут позаботиться и тут позаботиться о детях, женщина, мужчина. Но получается, что чем больше ты энергии, внимания направляешь на какого-то человека, тем хуже, по сути, он к тебе относится. Потому что все халявное, то, что мы даем на халяву, оно перестает быть ценным. То есть тут нужно понимать вот этот баланс. Чуть-чуть энергии даем, все остальное, если мы видим адекватную энергию за другого человека со стороны. Вот, давай дальше мы четкую сфокусировку тоже рассмотрели. Смотри, следующий показатель немаловажный – это аудитория. То есть перед тем, как зарабатывать деньги, надо понять, кто твоя целевая аудитория. Что бы ты посоветовал при поиске целевой аудитории? Ну смотри, когда мы так или иначе сегментируем ту нишу, которой мы хотим заниматься, так или иначе мы не просто так ее берем и делаем. Родственники – это твоя аудитория? Нет. Они могут только мешать, да? Лучше именно отказаться от такой аудитории, как родственники, потому что родственники всегда будут тебя немножко обманывать. Не потому, что они это хотят, а потому что они в угоду того, чтобы защитить твое самолюбие, они сделают и скажут все то, что ты хочешь услышать. Задача родственников – сделать так, чтобы фокус внимания твой оставался на них, на их проблемах. Например, ты семьянин и не расфокусировался куда-то в другое место, например, на бизнес и прочее. Как только ты переходишь с обслуживания родственников на создание своего проекта, родственники начинают тупо визжать. Есть такая штука еще. Иногда человек приходит к человеку с мечтой поделиться. «Вася, я сейчас такую девушку увидел, нашел мечта, или к маме, такую девушку красивую встретил». А мама, она ничего не сказала, она как-то мимикой, как-то сморчилась. И вот своим вот этим состоянием, своими страхами, они знаешь, как кирзовым сапогом в твою душу, грубо говоря, ткнуло, и у тебя была мечта, ее нет. Просто нужно четко понимать, кому ты свои мечты и желания высказываешь, рассказываешь. Лучше найти себе компаньона, есть такое понятие «дружба из бизнеса». Бывает бизнес по дружбе, это плохая штука, а есть дружба из бизнеса. Лучше найти себе компаньона нормального, человека, с которым ты резонируешь, цели, ценности, скорость обработки информации, вот такого человека всегда идти. И с ним генерить вот этот какой-то поток. Чем ты придешь к родственникам, и они тебе скажут, да ну, не справишься, своими страхами они загубят меня. Но это не всегда так. Бывает исключение, бывает хорошее родственник. Да, и в итоге по поводу аудитории, смысл в том, что когда вы что-то делаете, если это действительно тоже кому-то интересно, люди будут к вам сами тянуться. Поэтому если вы, с одной стороны, пытаясь сформировать аудиторию, пишите какие-то комментарии, это вы никогда, скажем так, не насобираете себе аудиторию. А вот когда вы что-то ретранслируете, и это дает определенный отрек в сердцах других людей, то им будет очень интересно начать общаться и вообще смотреть то, что ты делаешь. Вот смотри, давай немножко коснемся темы призвания. Потому что как вот ты считаешь, как найти человеку призвание? Ну вот это же тоже важно, да? Вот ради чего он родился, вот эта высшая цель, зачем она? Как считаешь? Хороший вопрос. Философский. Да, он и философский. Тут, понимаешь, мы сразу и к образованию должны подойти, потому что вот если говорить про российское образование, то у нас больше культура сообразность. Есть такой тип образования, а есть природа сообразность. Отличие в том, что культура сообразность, это когда тебя помещают в какую-то скультурную среду, где все ходят там, например, четко там, не знаю, спецодеждах. Получается, твое призвание, оно служит не тебе, а обществу. То есть тебя настраивает как гайку в механизме, чтобы тебя встроить, чтобы ты работал на обществе. Да, мне сейчас как раз я подведу. А если говорить о природосообразности, то уже тебе просто с детства к тебе пересматриваются более взрослые люди, которые видят, в чем ты сильнее себя проявляешь. И вот эта методика, она существует именно с точки зрения образования, что она как раз-то и уже на начальных этапах уже выявляет твои сильные стороны. И я для того, чтобы определить свою нишу, чем все-таки заниматься, наверное, все-таки нужно обратиться к себе и посмотреть, в чем лучше всего ты себя можешь именно в деле. То есть не просто в валянии дурака, а именно в деле. Что у тебя хорошо получается. Да, хорошо получается, на отлично, на супер. Когда тебе говорят, слушай, ты лучше всех готовишь, значит, это твое. Может быть, тебе на начальном этапе достаточно действительно быть поваром, а потом уже перерасти в какой-нибудь Макдональдс. Есть такая штука, да, например, ты хорошо волокешь в математике, да, на пятерочку, да, но при этом ты на троечку волокешь в физике. И вот умные люди говорят, да ты физику-то подтяни. Вместо того, чтобы подтянуть физику и стать на четверочку, я бы лучше подтянул математику и сделал бы ее на восьмерочку. То есть надо видеть свои сильные стороны и туда направить внимание. Еще очень важно при определении призвания посмотреть, какие вопросы люди тебе задают, да, то есть вот с какими вопросами люди к тебе приходят. Они даже тебе советуют, что говорят, у тебя это лучше получается и мог бы ты это делать. Да, они к тебе приходят с какой-то проблемой, задачей, какие вопросы тебе задают. И еще очень важно призвание, чтобы увидеть, да, нужно посмотреть, что ты готов делать бесплатно с утра до вечера, да, вот с какой мыслью ты просыпаешься, что… В чем ты испытываешь как отдушину даже. Да, где у тебя зудить, что тебе, какие вопросы, ну, тревожат, что ты хочешь что-то поменять, внести в мир новизну еще что-то. Вот, но очень часто людям, я скажу такой момент, он очень концептуальный, очень часто люди, зная свое внутреннее призвание, они знают его, да, оно может быть как-то не вписывается в общество, да. В свое время я тоже, когда определился, что я сексолог, да, я очень боялся легализации. Как же я скажу, как мама узнает, что я занимаюсь сексологией, письки эти, вибраторы, пенисы, да, туда-сюда. Шучу, конечно, да, ну, про пенисы, про вибраторы, но я немножко другими вещами занимаюсь. То есть, вот проблема в том, что человек боится легализации, а под эту, ну, под эту великую задачу, ради которой человек пришел, у него выделяется огромное количество энергии. Оно есть, да, то есть оно заложено природой. И подожди секундочку. И получается так, что если человек не реализует свой дар, вот эта энергия внутри начинает его разрушать. И чтобы заземлить эту энергию, человеку приходится подтягивать свою жизнь, свою жизнь каких-то, ну, если взять женщину, каких-то мужичин, да, которые ей изменяют, придают, бьют, вот на это тратить энергию. Либо разрушать свою жизнь, свое тело физическое, да, алкоголем, сигаретами и прочими моментами, чтобы вот эта вот лишняя энергия ушла через восстановление физики или на то, что вот действительно фокус внимания куда-то расфокусирован. То есть если человек не реализованный, проблемы в жизни у него будут, они не прекратятся. Как только человек начинает заниматься своим делом, ради которого он пришел, отваливается желание пить, курить и притягивать в жизнь идиотов. Притягиваться начинают люди даже другого уровня, да, то есть повышение твоего уровня начинает повышать среду, да, в которой ты общаешься. Очень часто девочки, находясь в касте наемных работников, да, так сказать, земледельцев, девочка работница магнита, хорошая, прекрасная, классная, но она хочет бизнесмена, бизнесмен ее просто не видит. Она просто вот как вы не видите, как живут бомжи. Вы же не знаете, да, сколько у них блох, да, как они чешутся там, да. Это очень важный еще, знаешь, какой очень важный момент для определения вообще своего призвания и вообще количества денег в своей жизни. Нужно посмотреть, немножечко научиться состраиваться с разными сообществами, да. То есть нужно взять мысленно состроиться с бомжом. Вот представь, что ты бомж, как он относится ко времени, какие у него планы, насколько он простраивает в длину свои планы, да, то есть состроиться с предпринимателем, сколько предпринимателей, насколько он включен своими мыслями, мозгами, Готов ли ты столько тратить, чтобы иметь такие результаты Потом с правителем состроиться Правитель вообще живет, он ни на минуту не выключается У него все процессы Готов ли ты столько времени И вот нужно, чтобы быть счастливым, найти этот баланс Между сколько ты готов тратить энергии и сколько ты готов получать Потому что иногда ты такие цели себе ставишь огромные Что у тебя не хватает энергии У меня был один пример приведу Девочка знакомая в Уфе, она решила открывать телеканал И под любой нашей задачей начинает забираться энергия И знаешь, что начало происходить? У него ребенок попал в реанимацию Начались проблемы с мужем сразу И началась у него есть салон, красоты был Там LPG аппараты, там начинает взрываться оборудование Просто она настолько При заборе энергии человек настолько становится неадекватным Что начинает все рушиться вокруг Поэтому нужно, если ты ставишь какую-то цель финансовую Нужно понимать, чтобы она у тебя в жизнь входила плавненько Чтобы она тебя не разрушала Потому что женщина захотела самолет Ей самолет либо на голову свалился Либо ей привезли самолет И первая заправка самолета или стоянка его в ангаре Она разорила ее Понимаешь? То есть нужно понимать Для решения этой проблемы, скажем так Чтобы мы понимали Вы должны научиться покупать в чужое время Платить за него точнее Это я сейчас говорю о формировании команды Чтобы не было так, что ты переключился А то, что ты делал ранее Некому уже поднять этот, скажем так, флаг И нести за тебя Сейчас кто-то скажет, Михалыч А ведь нужно, чтобы начать деньги зарабатывать Стартовый капитал или дело какое-то открыть Нужно ли? Нет, не нужен Деньги-то вообще где-то может быть в статье Ваших будущих инвестиций Они вообще могут быть третьи Первое, это, конечно, все-таки ваше образование Ваш уровень знаний, которым вы обладаете Второе, это те умения, которые можете применять Но дальше уже на основе этого Когда видят, что у вас есть смысл вкладывать Вы можете просто обратиться Ну, составив, естественно, какой-то бизнес-план Ну, это условно у всех может быть он просто разный Если вы докажете право на существование этого бизнес-плана То вам спокойно выделят деньги Тут еще очень важное умение Это умение договариваться Помнишь, когда мы начинали первый бизнес У нас не было много денег Вообще не было денег Да, но ты просто, имея вот эту предпринимательскую жилку Ты проехался по людям, у которых есть потребность Например, мы там заселить тысячу человек Помнишь, задача такая? Тысячу человек Что нужно было сделать? Нужно было просто доехать до тех людей Попросить аванс у них И на этот аванс мы съездили Те люди, которые предоставляют помещение И с ними договорились То есть мы не вложили ни рубля Мы просто срастили интересы, получается Больше и ты И потом уже все закрутилось То есть не копейки Да, договориться можно обо всем Это очень важно Я даже больше тебе скажу Что для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги Нужно использовать схемы Ты сейчас только что рассказал Простую схему Простую схему, да Но чтобы было понятно Она воплощается в жизнь не так просто Это личное обаяние Харизма Это с тем, чем вы обладаете С чем вы придете к другому человеку Опять же, знание Вы понимаете суть этого вопроса Вот есть какая-то, знаешь, вот я замечал Да, у некоторых людей Есть такая вот слепота какая-то Знаешь, они идут Они немножечко, может быть Знаешь, как раньше были Малиновые пиджаки Знаешь, почему они добивались успеха в 90-е Они не знали, что они могут Ну, у них не хватало мозгов Что у них не получится Понимаешь То есть они пришли вот на какой-то этой наглости Предложить Я как-то наблюдал, как Михалыч принимает на работу Я такой смотрю на человека Ну, человек на такие деньги не проживет Михалыч говорит сумму на 30% меньше И человек соглашается И ты думаешь, господи, какой же гениальный человек Он предложил условия, а человек согласился Это его объем Да, бытийная масса Это уровень необходимости Он столько стоит Да, если бы он сказал Если бы он вцепился Михалычу в борду Укусил бы его за уху Сказал, слушай, я за такие деньги работать не буду Михалыч бы подумал Но тот согласился Поэтому учитывайте тоже этот момент Не всегда нужно человеку платить Столько, сколько вы думаете Да, он иногда соглашается на меньше Да, смотри Вот очень важно иметь связи Да, вот есть деньги, да А вот есть связи Вот иногда для бизнеса Вот это уметь обрастать связями Крутиться где-то вот Знаешь, у меня в свое время Мы занимались когда судостроением У меня был такой дядька Вот живет в Питере Он сын какого-то дядьки И чтобы заключать контракты Он ездил на выставки командой Чтобы просто, как он говорит, крутить рожами Чтобы светиться где-то рядом с сильными мира сего Чтобы быть на виду То есть вы один раз на форум пришли Другой раз на форум пришли Поздоровались, узнали Вас уже узнавать начинают потихонечку Тем более, либо вы Вот тоже есть формирование личного бренда Тоже ты сказал, харизма Когда тебя три раза увидели по телевизору Или в социальных сетях Ты приходишь и договариваешься Тебе не нужно представляться Тебя люди знают А кто-то еще Вот как вот взять Михалыча По городу ты известная личность Ты баллотировался в депутаты Ты туда-сюда Ты ведешь каналы Ты занимаешься гостиничным бизнесом Еще, еще, еще Много-много чего И тебе сейчас куда бы ты ни пришел Тебя знают Просто знают При том, что ты можешь прийти По какой-то ерундовой ерунде Но тебя знают Я даже хочу больше сказать Что с некоторыми моими высказываниями Многие не соглашаются Но по крайней мере До поры До поры до времени Ты знаешь Я же не пытаюсь навязаться Я просто высказываю мнение Если не принимать этого во внимание Что это просто мнение То вы не сможете обрастись связями Потому что все мы просто разные Мы все правы на высказывание своего мнения Это же не говорит о том Чтобы было понятно Это как политика Например, мне кто-то не нравится Из политических деятелей Но это не говорит о том Что я не буду оказывать ему Свои услуги Это бизнес Это как раз Это формирование доброго имени Причем оно формируется за время Правильно? Давай сейчас знаешь Что я хотел сказать Количество денег Зависит от количества сделок Чтобы у вас были деньги Вам нужен либо свой продукт Либо какая-то услуга То есть нужно что-то освоить Кто-то думает Нужно пойти Закончить три института Еще что-то Ребята, сейчас время Есть у нас интернет-образование И ученые подсчитали Что сейчас за восемь месяцев Человек может освоить Любую специальность Ремесло Да, ремесло Специальность Переквалифицироваться Еще что-то Дополнить Например, есть психологи А есть психологи-сексологи Понимаешь? Маленькая приставочка А ценник Повышается на треть А бывает и в два раза Сейчас можно любую профессию За восемь месяцев освоить То есть не надо бояться 52 года идти учиться Вот эта тема нормальная Ну вообще, для тех, кто не знает Как раз ты про 52 года заговорил Основатель вообще В самой корпорации Макдональдс Ему как раз было 52 года Он был камебояжером Предлагал миксеры Для йогуртов А вот после 52 лет Сформировал такую гигантскую корпорацию У человека, знаешь, Михаилович Бывает очень много светлых мыслей Но он ничего не сделал Не оформил это как в продукт Вот есть интернет-образование Но что мешает человеку В своей соцсети Сделать объявление Я провожу вебинар Не нужно Там какие-то вебинарные комнаты Платформы Можно просто создать Отдельный аккаунт Позвать туда людей За какую-то небольшую денежку И провести там прямой эфир Или серию эфиров Два-три дня Это уже начало бизнеса По чуть-чуть, по чуть-чуть Клиентскую базу формировать Это очень важно Это очень важно Смотри Есть такая штука Называется Капитал или инвестиции То есть Как это правильно Нужно некоторые боятся Я сейчас ложусь А у меня не получится То есть не надо бояться Вкладывать деньги В развитие своего бизнеса Они рано или поздно Окупятся Если этот бизнес Действительно соответствует времени И прочим Вот я в свое время наблюдал Мы все прикладное говорим Наблюдал, как Миша Начал покупать Вот эти вот камеры Вот это оборудование Я такой думаю Так, Миша купил за 150 тысяч объектив Думаю, ладно Но когда я вижу, что Миша Третий объектив купил за 150 тысяч Думаю, господи, боже мой Когда он начал покупать эти микрофоны Начал вот эти вот Осветительные приборы покупать И думал, ну блин, ну куда это ему А потом пришло время И каждый проводок Каждый микрофончик Каждый стульчик Каждый осветительный прибор Когда мы собрали все это вместе То есть, ну сколько времени Теме понадобилось Полтора года, примерно Ты покупал Это, кстати, к тому, что Кладился, кладился Да, я не сразу пришел Вывалил кучу денег Миллион там, да За оборудование А на самом деле По чуть-чуть Да, сейчас, конечно Уже появляются более бюджетные варианты Конкуренция не стоит на месте Соответственно, за потребителей борются И сейчас уже более, скажем так Ну подешевле есть варианты Но на самом начальном этапе Да, когда я там все формировал Было все совершенно по-другому Давай немножко поговорим О состоянии человека Благосостояние, да Человек, который пытается Заняться бизнесом Да, то есть нужно сразу Когда ты на старте Перед тем, как бизнес Нужно понять Вот те точки драйва Что тебя в этом На этом пути будет радовать Потому что Есть такое понятие удача Удача не идет к кислым людям Удача идет к людям Позитивным Которые готовы В этот мир Приносить что-то новое Причем Вот когда вы формируете Свое намерение Да, на бизнес Там, на какую-то бизнес-идею Попробуйте сделать так Чтобы она не была Какой-то слишком личной А именно Чтобы ваша услуга Служила людям И вы увидите Как в какое-то время Вот волна людей Она сама подхватит Ваш продукт Начнет вас Мир Мир вам помогать Да, круг бытия Начнет вам помогать Да, сам То есть вы Состраиваете свои идеи Цели, ценности Не только с собой А с людьми Да, вот это очень важно Я даже Можно я так дополню По поводу удачи Я вообще не понимаю Что это такое Обозначает Что вообще удача У меня Да, у меня Вот смотри Я понимаю Это Еще раз говорю Я просто не понимаю Что такое удача Просто не могу Принять это вообще Что это такое Для меня Есть четкое понимание Я либо Что-то сделал И соответственно В результате того Что я сделал Я наверное Получу какой-то результат Он может быть положительный Он может быть отрицательный Но в любом случае Есть что-то То, что некий Какой-то знаешь Вот давай так Инфоповод Информационный код Назовем это Это просто какое-то действие Я даже больше скажу Что корень вообще В слове там Предприниматель Или бизнесмен Это в любом случае Предприниматель Предпринимает шаги Если бизнес Значит что-то делаешь Все Это и есть основа основ Хотите быть Назвите это удачными Но на самом деле Это наверное Вы просто в результате Большого количества Подхода действий Вы приобрели Колоссальный опыт И когда Вы на основе опыта Принимаете решение То со стороны Кажется Что это Ну да В любом случае Удача Вот и все Позволяет Грубо говоря Ну сейчас Какие-то волшебные штуки Говорю Да Дичь какая-то Ну позволяет Стянуть удачу На одного человека И вот рядом со мной Сидела девочка Ну просто сделал Такую манипуляцию И А там сидели Профессиональные игроки В покер Да И они говорят Слушай Дима Четыре раза Там не знаю Там флеш Там хера Он не может Статистически Это не бывает Я такой На следующий раз Они тоже Ну то есть у девочки Гора фишек А говорит Что ты сделал Ну то есть Ну я не признался Она говорит Потом уже Разговаривал Просто Гора фишек Все в просадке А потом На следующий раз Я пришел Был день рождения Этого заведения Я думал Ну я хозяину Удачу перенаправлю А хозяин С такой кислорожей сидит Ну не то что рожей Да И вот такой И ничего не подействовало Удача к нему не идет Понимаешь Вот этот поток Благ Он там не приживется Просто вот Насколько важно Быть человеком позитивным Да И вот Ну видишь Я давай так Я как материалист Могу эту тоже Как бы ситуацию объяснить Мы когда-то с тобой Проводили В сосновом бару Помнишь Марафон невесты Или как это у нас было Бегущая невеста Бегущая невеста Бегущая невеста была Да Собрали Сколько мы собрали женщин Слушай У нас около 50 невест Да В платьях Бегали по сосновому бару Танцевали Сначала там Флешмоб Был достаточно такой интересный И потом это все дело Разрослось И продолжается до сих пор Я что хотел сказать Мы там познакомились С немец Из Германии Профессор Который занимается Лечением раковых опухолей И не только это Марафон этому был посвящен Привляющий внимание К проблемам раковых больных Проблематики Да Чтобы женщины Чтобы вообще люди Которые болеют раком Чтобы они не боялись Потому что Он излечим Но надо за этим Просто следить И нужна просто Банальная профилактика И я вот ему задал вопрос Очень такой интересный Вопрос был Наверное Ну как мне казалось Скажите пожалуйста Ну ведь Раньше Было Наверное Это сейчас Как бы Экология Такая плохая Плохое качество продуктов Наверное Из-за этого Сейчас чаще болеют раком Чем Например Там сто лет назад Он говорит Ты знаешь Говорит На самом деле Это все не так Просто сейчас Больше статистических данных Чем раньше Раньше их особо Никто не собирал Но как-то собирали Там достаточно узко То сейчас собирается Как можно много Я вот Эта подводка Под ту удачу Что четыре раза Не может совпасть Может Но просто Если у нас есть Какой объем данных Он очень большой Колоссальный этот массив Или мы вот В рамках чего-то Нашего сугубо Нашего опыта Если мы меряем Жизнь И вообще Подходы К каким-то вот вещам На основе Только нашего узкого Вот этого маленького Шлейфа Вот Опыта Но не понимая То что мир-то Намного больше И нужно просто Больше статических данных Больше подходов Да Это все конечно классно Но я знаешь Что тебе скажу Смотри Вот самая Частая болезнь Собак какая Рак И ученые подсчитали Да Что если собака Чувствует Что ее не любят Она заболевает Да То есть раком То есть Еще есть Да Да То есть И еще Самое важное По поводу рака Тоже ученые Наблюдают Что есть такое Эмоция обиды Да Обида Когда человек обижен Или живет Наступая на свои интересы Жертвы Своими интересами Ну То есть То есть Вот этот Синдром Жертвы В пользу Других людей Вот этот Дисбаланс Внутренний Он тоже Вызывает Ну вот эти Заболевания Раков Да То есть Эмоции Это очень важно Да То есть Есть Какие-то материальные Подходы Да Есть Очень хорошо Что мы сейчас Со всех сторон Показываем Да Вот какие-то моменты Ну Которые Концептуальны Что-то с материализма Что-то Вот с Этого Такой Позиции Энергоинформационики Да То есть Знаешь Вот есть Пульт Мы же не видим Как он переключает Да Но как-то По воздуху Вот эти вот Волны Вибрации Идут Да То есть Это нельзя Исключать Знаешь Вот Вообще На формирование Раковой клетки Вообще Она сильно зависит От Той среды Обитания И от Той Скажем так Самооценки Но если мы сейчас Говорим про животный мир Ну Крыс Еще Чаще Рак Появляется Да Это Опять же Среды Обитания То есть Насколько Силен Наш иммунитет Потому что Ослабление Иммунитета Как раз Вот влияет Испытываем ли мы Какую-то депрессию Находимся ли мы В каких-то Расстройствах И вот Именно это Выявляется Катализатором Фактором Переформатирования Клетки Раковые клетки Они у нас есть Просто Они начинают Меняться Что-то На них влияет Говоря про благосостояние Я бы хотел Сейчас отметить Есть такая штука Называется Интегральное Ощущение Цели Это такая штука Которая позволяет Наше желание Цель Как бы Снабдить Энергией То есть У вас есть желание Заняться Бизнесом Но если Вы это желание Распишите По трем Составляющим Безопасность То есть Вы занимаетесь Бизнесом У вас Прибавляется Не знаю Что там Какие-то Не то что Финансы Прибавляются Прибавляется Ваш статус Обрастаете Знакомыми Там Какие-то Материальные Вещи Появляются Недвижимость Появляется Защита Детей Больше Финансовых Возможностей То есть Вы Когда Это Расписываете Проговариваете У вас Начинает Появляться Ощущение Именно Ощущение Безопасности Вам Немножечко Легче Становится Потом Вы Начинаете Расписывать Ваше Желание По социальному Аспекту У меня Появляются Новые Платишки Я Покупаю Новую Машину Я Могу Несколько Раз Ездить В отпуск Я Как Женский Тренер У меня Все На Женщин Ориентировано У тебя Новые Штанишки Ботиночки Когда Ты Начинаешь Свою Цель Формировать С позиции Социальной Вкусно Расписывать Кусочки Составлять Еще Более Плотное Интегральное Ощущение Цели Появляется Еще Третий Вариант Это Творчество Духовная Составляющая Творчества Когда Ты В этот Мир Что-то Новое Несешь То Ты Понимаешь Что Тебе Деньги Он Позволяет Создать Новизну Ты Творишь Новые Какие Может Ты Картины Может Ты Создал Какую-то Новую Услугу Может Еще Что-то Подход Даже Чего-то Там Новое Принес Душе Приятно И Этот Душевный Подъем Когда Сделать Вот Очень Важно Надо Это Соединить Воедино И Потом Я бы Вообще Перед тем Как Самое Главное Я бы Поставил Какую-то Цель Вообще Недостижимую Вот Что Ты Своим Делом Бизнесом Сделаешь Например Мир Во всем Мир Или Сделать Так Чтобы Любовь В каждой Семье Была Например Какую-то Большую Делаешь Цель И Под Эту Цель Даже Пусть Она Незбыточная Подставляешь Все Свои Маленькие Цели Чтобы Сбылась Вот Та Цель То есть Обман Сознания Немножечко Большая Незбыточная Глобальная Мне нужно Чтобы У меня Была Машина У меня Была Квартира У меня Был Бизнес У меня Должна Быть Счастливая Семья Вот Эти Маленькие Цели И Ты Получаешь Что Ты Концентрируешь На Что И Направляешь Туда Энергии И Они Тебе Нравятся И Тогда Начинает Движение Тебе Начинает Хотеться Желание Встать Идти И делать Появляется Вот Давай Подумаем Сейчас О том Как Достичь Благосостояния Денег И успех Испех Мы уже Проговорили Делать Правильные Вещи Трудиться Значит Надо Не покладая Рук Вот Очень важно На самом деле Создать Команду Мы Сейчас То Что Мы Сейчас Делаем Мы делаем Командой Правильно Не можем Делать Одни У нас Сейчас Есть Звукооператор Режиссер Который Сидит Нажимает Кнопочки Переключает Камеры Звук Режиссер Откликнись Вот Есть Да Мы С Михаилом Немножечко Написали Сценарий Кто-то Расставлял Микрофоны Кто-то Занимался Светом Кто-то Настраивал Чтобы Вот это Все Работало Кто-то Покупал Оборудование Кто-то Занимался Например Микалыч Занимался Покупкой Оборудования Формирования Я занимался Какой-то Экспертностью То есть Я Черепозна Когда это Все соединяется Когда Эта команда Мы в единой цели Получается Вот Какой-то Хороший Интересный Продукт Правильно Или нет Вот Планирование Стоит Учитывать Конечно Понимаешь Ну Как сказать Все правильно Ты говоришь Без Планирования Ты вообще Никуда Потому что У нас Всегда Есть ограничения В ресурсах Это может быть Времени Это могут быть Финансы И планирование Как раз Помогает Выявить Слабые стороны И оптимизировать Скажем так Статьи расходов Для того Что то Что мы наметили Мы все-таки Смогли воплотить В жизнь Поэтому планирование Это самый лучший Такой Один из самых лучших Инструментов Который стоит Применять Многие Хотят Заниматься Каким-то делом Да Вот Само Желание Какого-то действия Спрашиваешь А куда ты идешь На телеканале Или построить дом Или еще что-то Или просто ты хочешь Что-то делать Ради того Чтобы что-то делать Это очень важно Вот твои вот амбиции Очень важно На самом деле Вкладывать В свою Вот эту задачу Какую-то И отдых тоже Да Потому что Ну и можно выгореть То есть нужно понимать Чтобы был баланс Где-то ты отдыхаешь Реально Вот намеренно Отключаешься От своих дел Задач И идешь Отдыхать Чтобы ну не выгореть Раньше времени Это тоже важно Еще Чтобы то что ты делаешь Действительно Не казалось Каторгой для тебя Вроде бы ты зарабатываешь Вроде бы ты решаешь Какие-то социальные вопросы Вроде бы и творческие вопросы Решаешь Но времени на отдых У тебя и не осталось Поэтому Время на отдых Должно выделяться И человек все-таки Должен радоваться жизни Чтобы не было депрессии И расстройства Да Я бы сказал Что тут нужно Вот такой игровой формат Использовать Что ты Вот как вы знаете Вот Марио какой-то Знаете Вот там Игра Сгорели жизни Но ты поднимаешься Как Феникс Дальше пошел Еще что-то Да То есть в игровом формате Когда Сейчас время такое Если ты очень серьезно К чему-то относишься Тебе очень серьезно кинуть Когда ты Легко идешь Ты понимаешь Что блин Ну бывает Да Ничего страшного Ты легко понимаешь Что это Ну например Это является провокацией Ну ты принимаешь Эту провокацию И ты хочешь выиграть Для тебя каждая неприятность Это вызов Да Смогу ли я И еще что-то там Да Очень важно быть настойчивым Правильно То есть вот взялся Знаешь Я вот вижу тоже Опять же Это может быть Какие-то эзотерические вещи Но порой ты видишь Что тебя до трех раз Например вселенная Мир проверяет Ты устоишь на этом пути Или нет Он начинает тебя Раскачивать Понимаешь Ветры Ветры Вот И очень важно Устоять Очень важно Доказать Именно знаешь Что вот Наличие денег Это наличие Каких-то прав Да В жизни Кто-то рождается У него уже эти права есть Ну просто Права на деньги Они липнут к нему А кому-то эти права Нужно заработать Он родился в касте земледельцев Например Да Ему очень много сил Надо потратить Чтобы заработать права А эти права Они зарабатываются Результатами И временем Потраченным на что-то Да То есть ты понимаешь Что когда-то Три года назад Тебе тысячу рублей Было тяжело заработать Да Проходит время Тебе даже Ты приходишь У тебя на лбу написано Этому человеку Надо Можно И нужно доверять Ты ничего не продаешь Человек сам Несет тебе деньги Ты сколько раз Такой замечал Да Вышел в поле Вышел в поле Я не сказал Просто Я строю дома Здесь Пригнал трактор Трактор Кусок Кусок земли Распахал Подъезжает тетка Михаил Можно я вам дам Триста тысяч Да Сколько там Да Триста Полмиллиона Полмиллиона Да Я вам переведу Просто Михаил Стоит в поле Ничего не построено Ни одного кирпича нет Женщина подождает Можно я вам дам Полмиллиона Там женщина Мужчина Мужчина Да И построите нам дом Он еще ничего не сделал Он просто намерение Он просто Показал вселенной Что он куда-то пошел Сделал шаг Вот очень часто Есть такое Понятие перекрестки Вот человек подходит К перекрестку Да Вот как вселенная устроена И начинает рефлексировать Идти туда Направо Идти Не лети А вселенная так устроена Что куда бы человек Знаешь На перекрестке датчики поставлены Да То есть направо пошел Простраивается реальность Все Так вот важно очень Не просто намерение иметь А сделать хотя бы один шажок Чтобы в поле К тебе подошла женщина Постройте нам дом Сформировать инфоповод Да Инфоповод То есть показать вселенной Что я пошел Это я Я что-то делаю Любое действие Всегда Ведет Ну имеет количество вариаций Вариации могут быть разные То есть Если ничего не делать То у нас Либо Ты ничего не сделал Очень важно еще Вот момент Где-то я в свое время Прочитал в книжке Киосаки Роберта Да Вот нужно уметь Использовать Время других людей И деньги других людей Да То есть Если ты занимаешься Чем-то один То ты можешь сделать Маленький кусочек Если ты подключил Десять человек Да То есть ты получается То есть нужно Не нужно бояться В свой бизнес Привлекать капитал Да То есть там Брать кредит Если надо взять кредит Да Ну вот по поводу кредитов Я бы знаешь Что сказал Не нужно начинать Строить бизнес На заемные деньги Да Ну вот именно сначала То есть Если человек Если человек Изначально не умеет Создавать Этот маленький поток денег То есть Ну вот Из ничего Делать хотя бы Какую-то струйку денежную То если он возьмет Деньги у кого-то Не умеет Создавать этот поток Да Он потеряет Я бы сказал Ну немножко бы дополнил Дело-то не в том Чтобы Ну кредит Это что-то плохо Нет кредит Это как раз инструмент Для того чтобы ускориться Ускориться в пространстве Ускориться во времени Просто я бы наверное Дал бы наверное Немножко другой совет Не бойтесь кредитов Берите кредиты Но только в том случае Если у вас Вы опытны в чем-то И уверены в том Что это Умейте без кредитов Зарабатывать деньги Уже Хотя бы одну Например взяли вы квартиру И сдали ее в субаренду Вот это уже Показатель То что вы можете Что-то взять Из ничего сделать деньги Да Срасти чьи-то интересы Если вы даже это не умеете И вы возьмете чужие деньги То не факт Что вы их сможете Без опыта не рекомендуется Потому что да Берем там мы чужие Отдавать нам приходится свои Навсегда Берем на время Отдаем навсегда Ну я думаю Мы сегодня много чего Интересного сказали Да Благодарим вас За то что вы Досмотрели Дослушали наш Дослушали наш Дослушали наш Дослушали наш Дослушали наш Дослушали наш Хочу Пока Вот есть Такая прекрасная Возможность Показать вот такую Книжку Называется Поведение потребителей Читайте Потому что Здесь В этой книге Рассматривается Очень много Всяких различных Аспектов Это и экономика Это и социология И психология И даже антропология Потому что Все эти Скажем так Дисциплины Науки Они очень сильно Влияют на наше Поведение Если вы решили Заниматься бизнесом То эта книга Ваша настольная книга Которую На основе которой Вы можете смотреть Если у вас есть Еще какой-то опыт Жизненный Вы не будете сидеть Сложа руки Вы будете пытаться Что-то воплотить Уже в современной Реальности Это раз Во-вторых Будьте всегда Открыты К трансформации И к тому Что Пускать в себя Перемены Потому что Единственное Что у нас стабильно Это перемены в жизни Чем больше Вы знаете О переменных Тем легче Вам решать Любую задачу Очень важно Не быть закостенелым В плане того Что смотреть На тенденции В свое время Мне очень понравились Видинговые аппараты Например Это аппарат Водичку разливает Сникерсы продает Прошло время Эти видинговые аппараты Везде Важно Очень Быстренько Смещаться За переменчивым Миром Рынком И быть соответствующим Образом И наполнением Что ты продаешь Что ты делаешь И еще один Такой важный Для вас Установка Если нужно Отказаться От каких-то Традиций Устоев Суверия Откажитесь Потому что Это То что было Сформировано Нашими предками Именно В тех ситуациях Которые Когда они Не обладали Какими-то знаниями О каких-то предметах Или явлениях То есть Те их навыки Они работают Работали в прошлом Современность Диктует совершенно Другие условия Другие подходы Поэтому И об этом у нас Было видео Есть видео Как раз таки О современных способах Продаж в интернете Вот мы прикрепим Ссылочку Да Смотрите И Ну Будьте Ну что На этом все Большое спасибо Еще немножко Еще минутка Про интерактивный Подкаст Скажу Сейчас вот у меня Вот здесь находится Планшет Там По крайней мере Это отражается Скажем так Мое видео Да Но если мы Например возьмем Дмитрием Например Или с каким-то Еще другим Гостем Значит Можем Просто Сделать Какой-то Прямый обзор В прямом То есть В записи Сделать какой-то Обзор Какой-то Анализ Провести Да Смотрите Еще Да Маленькая Вот Мы Вчера Буквально Записывали Как раз таки Видео Про способы продвижения в интернете И один из способов продвижения в интернете Это как раз таки Вот эти наши интерактивные подкасты Если у вас Если вы эксперт Если вы что-то можете Знаете Понимаете Лучший способ Рассказать о своем бизнесе О своем продукте Это прийти Вот так сесть в студию Отдать Михаилу Список вопросов Или Да И Работать Сценарий 15-20 минут Да Провести Эфир Рассказать И привлечь Свою целевую Потенциальную аудиторию Ответь на вопросы Сюда можно вмонтировать Вот как Михаил показал Да Вот Планшет Да Какие-то ролики Какие-то диаграммы Графики Вы можете даже На этом планшете Что-то ручкой нарисовать Конечно Да И показать людям Как это работает Ну пожалуйста То есть какой-то график То есть он прямо Вы рисуете И все это дело Отображается Отображается Да То есть инструментов Миллион Да При том что Чтобы вы понимали Как увидят другие Если мы например Находимся на расстоянии От камеры На самом деле Технологии позволяют Все это прямо Без последовательного Монтирования То есть Что-то там Вставлять Прямо вот Без дублей Сразу Здесь все это делать У нас просто Есть режиссер Который тут же Моментально Может выводить Этот экран Через определенные Там фишки Прямо вставлять Скажем так В этот кадр В эфир И вы сможете Это все дело Наблюдать Прямо на вашем экране Поэтому Смотрим Описание видео Там будут Все контакты Ссылочки Ссылочки на меня У кого есть Проблема Сексологии Отношений Пишите Чем могу Помогу У Михаила Тоже будут все контакты Кто хочет На интерактивные Подкасты Попасть Просто Не бойтесь Пишите Ватсап Или Звоните Да Михаил Даже Проконсультироваться Что я могу Сделать С бизнесом Я начинаю Я не начинаю Михаил заниматься И сайтостроением И продвижением В соцсетях И записью Оформлению каналов Да То есть Очень большой спектр Услуг Которые могут Может помочь Пока Еще нет Такой Двести Процентной Загрузки Да Разобраться Да То есть В нашей голове Есть такие места Области Где живет Понятие денег Да И частенько У нас вот это Понятие денег Если вы подумаете Сейчас о деньгах Ваш фокус внимания Сместится куда-то В голову В какой-то область Да И часто Когда человек Вот смещается Своим вниманием Думает о деньгах Вот эта область Она либо зеленого цвета Либо коричневого Как знаете Вот как какая-то Блямба И вот есть технологии Которые позволяют Вот эти вот моменты Вот негатив Связанный с деньгами Почистить И буквально скоро Да У меня начинается Марафон 21-дневный Марафон желаний Там мы будем работать Как раз таки С установками Чиститься И научимся Формировать Желания так Чтобы они сбывались Да Чтобы они были Состроены и с миром С пространством С людьми Так чтобы То что вы запланировали Оно стало живым Вот Там будет ссылочка Да Я как раз вот допомню О чем сейчас просто Дмитрий говорит Для того чтобы Избавиться от депрессии Или каких-то расстройств Важна Именно проработка Личностных Вот этих Характеристиков Да То есть Это как В игре Да То есть прокачай Свои Да Прокачай Характеристики Воина Да И ты Как говорится Победишь Поэтому Внутренние настройки Они очень важны Внутренние настройки Очень важны Самая мотивация Мотивация Также Да Это Если вы не можете То есть Сами разобраться Просто Ну кто-то нуждается Кто-то не нуждается Но в основном Большое количество людей Все-таки нуждается В мотивационных Каких-то Нужен проводничок Такой Да Проводник Даже Даже не просто проводник А человек Который Наверное Для вас становится Наставником Наставником Вашу будущую жизнь Вам достаточно Понимаете Вы можете Не дойти Там Ну не Как сказать Не пройти Весь марафон Вам может быть Какие-то там 6-8 этих Роликов Роликов Да Но они помогут Так стартануть Да Вы уже сами Определяетесь Что и как Ну и в любом случае У вас может быть Какой-то Именно вот стопор И благодаря Самому Ну вот мотивации Вообще Вот этому развитию Вот этим практикам Вы действительно Можете выйти На новый уровень Наша задача Не просто Получить время Да Не просто получить От вас деньги Вот А сократить Ваше время Чтобы вы были счастливы Потому что Когда мы Влияем на То окружение Которое вокруг нас Мы тоже меняемся И меняется вообще Все общество Формируется гражданское общество Поэтому Мы ради этого и делаем Это вот как раз Социальная составляющая Очень важные вещи Сказал Что мы сейчас Занимаемся Не просто зарабатываем денег А формируем среду В которой мы живем Чтоб вокруг нас Ну были нормальные Адекватные люди Которые занимаются делом Да С кем можно пообщаться На те вещи Которые для нас важны То есть Деньги деньгами Есть еще вещи На порядок выше Ну что Давай на этом все Всем пока Пока всем Спасибо большое И до новых встреч Пожалуйста Поставьте лайк Если считаете это нужным Но нам было бы Это очень так Ну мы бы Благодарны Благодарны тому Что если вы поставите лайк И любой комментарий Там минимум Четыре-пять слова Я бы знаешь какой комментарий Я бы сделал комментарий Ратификацию Да В комментарии Напишите В нескольких словах Что бы вы хотели Достичь В течение полугода То есть Вот с этого Начнется ваш бизнес Да Вот с этого Малитра шага Зафиксируйте Я хочу Заняться Бизнесом Под этим видео Каким Конкретно Да Под этим видео Напишите И это будет уже Первый шаг К тому Что у вас что-то Появится Это как политический шаг Вы объявите Объявите вселенной То что вы Куда-то пошли Куда-то пошли На этом все Спасибо большое Все пока Субтитры сделал DimaTorzok